Дорогие ветераны, друзья, мы сегодня по традиции отдаем дань памяти тем сотрудникам Министерства иностранных дел, Министерства внешней торговли, кто сложил свои головы за свободу и независимость нашей страны. День, который отмечается как День Победы во всем мире, для нас святой, и с каждым годом значение этой памяти, этого праздника возрастает, потому что чисто человеческие воспоминания, чувство благодарности, чувство неископного долга дополняются еще и сугубо практическими задачами недопущения и возрождения в Европе, да и в мире в целом, идеологии фашизма. Многие годы в Европе уже закрывают глаза на то, как эта идеология обретает новых сторонников, как ее проводники вербуют все новых последователей, устраивают марши в честь бывших эсэсовцев, признанных преступниками Нюрнбергским трибуналом. Но то, что происходит сейчас, это уже не просто марши с лозунгами, воспевающими нацистских преступников, это уже проявление фашизма вживую. То, что произошло в Одессе 2 мая, это чистый фашизм. Мы не позволим замести под ковер факты, как это сейчас пытаются делать правящие коалиции, закрыв расследование от общественности. Будем добиваться правды, будем добиваться того, чтобы все свидетельства, которые были предоставлены очевидцами, которые говорят о том, что масштабы трагедии замалчиваются властями сознательно, чтобы ни одна частица правды не осталась нерасследованной и не осталась непреданной гласности. Поэтому наше сегодняшнее торжество наполнено сугубо конкретным содержанием, напрямую связанным с нашей внешнеполитической работой. И поздравляю всех наших дорогих ветеранов с этим праздником. Я хотел бы от имени действующих сотрудников МИДа заверить вас в том, что мы не позволим очередной попытке возродить фашизм в Европе и уж тем более в Российской Федерации. С праздником, доброго вам здоровья и всего самого хорошего. Спасибо, Сергей Викторович, за ваши добрые слова и пожелания ветеранам нашего министерства. Позвольте от лица ветеранской организации МИД России присоединиться к поздравлениям, высказанным Сергеем Викторовичем Лавровым. И особо хотелось бы поблагодарить тех сотрудников, а также и некоторых ветеранов нашего министерства, которые приняли участие в сборе средств для того, чтобы установить на Кузнецком мосту, на бывшем здании Народного комиссариата иностранных дел СССР памятную доску, памятное панно, посвященное народным ополченцам из Наркомата иностранных дел. Спасибо всем за это огромное. И позвольте пожелать как нынешним сотрудникам министерства, так и ветеранам, так и нашим гостям, сегодняшним журналистам, доброго Дня Победы. Спасибо. Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты